Сегодня отмечается 75-я годовщина Сталинградской битвы. Великое противостояние продолжалось почти полгода. С июля 1942 до 2 февраля 1943. И вошло в мировую историю как крупнейшая сухопутная битва. В середине июля 1942 года в наступавших на Сталинград соединениях 6-й полевой немецкой армии, лучшей армией вермахта, было около 270 тысяч солдат и офицеров, 3000 орудий минометов, 500 танков. Поддержку с воздуха обеспечивали 1200 самолетов. Противник превосходил советские войска по численности людей, артиллерии, авиации в полтора-два раза. Однако советские войска стояли насмерть. Чебоксарец Александр Рыбаков прибыл в Сталинград в составе курсантского полка. Подчинялись курсантские полки непосредственно командующему. И задача их была оказывать поддержку другим воинским формированиям. Когда 62-я армия попросила нас, нам же, говорит, левый фланг, немцы, бросили большую силу, помогите. Вот мы пошли и разгромили эту группу, и отодвинули их назад на 10 километров. Пошли и разгромили, звучит прозаично, особенно 75 лет спустя. Но сегодня каждый человек, а не только военный историк, знает, какой ценой досталась победа в Сталинградской битве. Начиная с сентября, бои в городе шли непрерывно, буквально перемалывая солдаты технику. Только на Мамаев курган было сброшено столько снарядов, что после освобождения на нем целых два года не росла трава. По приблизительным подсчетам, потери с обеих сторон превысили 2 миллиона человек. Страны ОСИ и их союзники понесли колоссальные потери и уже не смогли регенерировать былую мощь. Около 100 тысяч немецких солдат и офицеров были взяты в плен, в том числе и фельдмаршал Фридрих Паулюс, один из авторов плана Барбаросса. Сталинградская битва переломила ход не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны в целом.